Мой сегодняшний доклад Он будет посвящен одному из самых загадочных архитектурных комплексов Древнего Египта, который называется Осирион. Название происходит от имени бога Осириса, который на протяжении всей цивилизации Древнего Египта, то есть на протяжении нескольких тысячелетий, почитался как главный бог Древнеегипетского пантеона. То есть Осирис не являлся, скажем так, творцом мира, не являлся господином нашего мира, коим почитали Ра Солнца в разных ипостасях, но Осирис был главным, так сказать, божественным существом, соединяющим мир живых с миром небесным и одновременно с миром, так сказать, мертвых. То есть, говоря нашими словами, Осирис был сосредоточен земли и неба. Именно поэтому этот храм еще в период Древнего Египта получил такое название Осирион. По одной из легенд, Осирис был убит своим братом, родным Сетом, своим антагонистом, расчленен на несколько частей, по одной версии на 7, по другой версии у Бутарха на 14. И эти части, тело Осириса, были разбросаны Сетом по всей территории долины Нила. И в частности, по древнеегипетским преданиям, именно в Осирионе была захоронена голова Осириса. Его жена Исида предприняла длительное путешествие, собрала все части тела своего мужа Осириса, оживила его. И они, так сказать, зачали первого, так сказать, бога-царя, гора. Кстати говоря, именно как и в христианстве, именно акт воскрешения Осириса является, так сказать, его, так сказать, скажем так, миссией. То есть, он воскрес ради человечества. То же самое было потом, эта традиция была повторена в христианском учении. Осирион находится в местечке Абидос, по-эгипетски Абиджу, который расположен вот здесь. Здесь Нил выдает такое коленце, и вот здесь, на западном берегу Нила, располагается Абидос. Если считать от третьего порога, то даже на карте видно, что это как раз середина долины Нил. И начиная с древнейших времен, это место являлось своего рода огромным некрополем. Здесь найдены захоронения до династического периода, то есть относящиеся к четвертому тысячелетию до новой эры. То есть, еще до объединения верхнего и нижнего Египта Абидос являлся местом захоронения как царей, так и ведущих, так сказать, представителей древнеегипетской элиты. В древности его даже называли Тау, Великая Земля. Сегодня осталось не так много построек в этом месте. То есть, собственно говоря, вот весь комплекс того, что сегодня можно найти на поверхности земли в Абидосе. Это небольшая деревушка сама по себе. Самый большой комплекс – это храм Сети Первого, который имеет вот такую необычную Г-образную форму. И с юго-западной стороны находится Осирион. Осирион был открыт в 1902 году патриархом современной египтологии Флиндерсом Петри. И он его расчищал в течение 12 лет, то есть вплоть до 1914 года. Что интересно, сам Флиндерс Петри, чей авторитет к египтологии непререкаем, считал, что Осирион является наиболее древней архитектурной постройкой во всем Египте. Но после его смерти, где-то в середине XX века, египтологи отказались от мнения Флиндерса Петри и решили, что Осирион является заупокойным храмом или кинотафом, то есть ложной гробницей фаворона Сети Первого. Сети Первого – это царь XVIII династии. Это уже начало Нового Царства после изгнания с территории долины Нилы Хеттов. Примерно по официальной хронологии датируется рубежом XIV и XIII веками до Новой Эры. Храм Сети Первого – один из немногих наиболее хорошо сохранившихся архитектурных сооружений в Древнем Египте. Он входит в число трех храмов, которые до сегодняшнего дня сохранили перекрытие, то есть крышу. Сложен он из изыскниковых блоков, перекрытие тоже из изыскниковых крит. В ряде галерей есть купольное перекрытие из тщательно подобных и куполообразных блоков. Храм имеет несколько залов, которые все целиком покрыты многочисленными барельефами и раскрашены. Причем краска, как можно видеть на фотографиях, сохранилась вплоть до сегодняшнего дня. За счет таких световых окон, часть из них сегодня восстановлена, а часть являются родными, и получается такой интересный эффект. То есть, когда Солнце движется, соответственно, конус света переходит с одного изображения на колоннаде или на стенах храма на другое и является таким, можно сказать, световым гидом. То есть, по предположению историков, эти окна использовались для паломников как световой гид. То есть, идя за лучом солнца, который освещал последовательно сцены, изображенные на сценах и колоннах, люди как бы читали те истории, которые были запечатлены на стенах этого храма. Вторая часть храма, вернемся немножко, да? Вот общий план храма. То есть, он был составной. Вот эта часть была построена Сети первым, а вторая часть и двор пристроены его сыном, Рамзесом Сталином. Также в постройке этого храма участвовал и внук Сети Минемтах. Сейчас немножко покажу вам несколько просто картинок, связанных именно с Сети, прежде чем Беретика Сириона. В галерее, которая выходит из храма Сети первого в сторону Ассериона, находится стена, на которой расположен так называемый Абедосский список царей. На этой стене изображены 76 картушек, начиная от первого фараона Абеднидля Менеса и заканчивая самим Сети первым. И этот Абедосский список лег в основу современной египетской хронологии. Вместе с тем списком, который использовал в 3 веке до новой эры историк Манифон. То есть храм Сети является своего рода знаковой постройкой для египтологии, потому что именно на Абедосском списке, еще раз повторюсь, основана современная абсолютная хронология этой цивилизации. Здесь же все эти находятся на притуге, хорошо всем известное изображение Борельеф, которое уже на протяжении практически двух десятилетий помусируется, как изображение летательных аппаратов, подводной лодки, танков и прочее. В свое время я это изображение показывал нашему ведущему эгиптологу Татьяне Беловой. Она сходу расшифровала и убедительно доказала, что такой эффект получен в результате наложения двух надписей. Более поздний на более раннюю. Причем, что показательно тоже и говорит не в пользу версии о том, что это изображение каких-то техногенных чудес, такие изображения больше нигде не встречаются. Однако в том же храме Сети Первого есть вот эта стандартная достаточно формула, я сейчас просто не помню, что она означает, но из серии там «Великий, могучий, свет наш». И вот эти вот как раз три иероглифа, рука, ладонь и глаз, при наложении новой надписи превратились в вертолет, подводную лодку, танк. То есть ничего в этом как бы загадочного на самом деле нет. Ну, одной мистификации меньше, там уже, как говорится, легче. Огромное число изображений в храме Сети посвящено именно процессу инаугурации сначала Сети в его храме и Рамзеса Второго, как на этом изображении, в храме пристройки. И отдельные залы посвящены Исиде, Гору и Осирису. То есть на сегодняшний день это, наверное, наиболее крупное собрание древнеегипетских барельефов периода Нового Царства. И как вы видите сами на фотографиях, во многих местах прекрасно сохранились изображения. Вот эта притолка с карпушем Рамзеса Второго. Ничего не фантастического нет. Еще раз показываю. Вот храм Сети Первого и Рамзеса Второго. И вот здесь расположен Осирион. В древности, вот на этой схеме это видно лучше, этот комплекс был практически на берегу Нила. То есть вот на границе, буквально там в 50 метрах сегодня начинается уже пойма Нила, которая заливалась раньше водой. Сейчас Нил не разливается, но после строительства Суранской плотины разливы Нила ниже первого порога по округу прекратились. Осирион расположен на 8 метров ниже уровня земли. То есть его крыша находится на уровне пола храма Сети Первого. И египтологи приписали эту постройку именно Сети Первому только потому, что он, во-первых, расположен рядом, во-вторых, на западной стене, я потом покажу, имеются барельепы с картушами Сети Первого, Рамзеса Второго и внука Сети Мерниптаха. И, кстати говоря, в надписи Мерниптаха открытым текстом говорится, что по его побелению этот храм был реставрирован. Не построен, а реставрирован. Но говорить о реставрации храма спустя 25 лет после его постройки несколько кажется надуманным. Поэтому сами древние египтяне признавали, что эта постройка Осирион является наиболее древней в Египте. Вот его план. Вот если видите, вверху справа, это стена, юго-западная стена храма Сети Первого, а это сам Осирион. Он имеет необычную конструкцию, которая не найдена больше нигде на территории древней египетской цивилизации. По моему мнению, он изначально был построен как храм подземный. Он имеет в центре такую платформу, которая возвышается примерно на 2 метра над остальным уровнем пола. И эта платформа символизирует, по сути дела, первоначальный холд. По космогонии древних египтян, во всяком случае, по одной из версий, дошедших до нас, из мировых ввод, изначальных мировых ввод, которые египтяне называли Нуб, первым делом появился первоначальный холд. И из этого холма возник атом, бог-творец, который и создал весь остальной мир. То есть, конструкция этого комплекса именно и символизирует вот этот первоначальный холд. Если на фотографии видно, что до сих пор весь пол Осириона покрыт водой. Дело в том, что на глубине более 90 метров под этим комплексом расположена подземная река Нубийка, или как египтяне называют ее, Нубийская река. И это было обнаружено только в 60-70-е годы. В 80-е годы немцы вместе со швейцарцами привезли сюда 24 помпы и попытались воду из храма откачать, чтобы, так сказать, обнажить весь пол этой конструкции. Но у них ничего не получилось, потому что под давлением с глубиной 90 метров вода постоянно поступала. То есть, 24 помпы западной конструкции не смогли справиться. И так надо понимать, что древние архитекторы, которые замыслили и построили это сооружение, либо воспользовались имеющимся здесь колодцем, либо нашли это место, где воды подземной реки под давлением поднимаются практически на 100 метров выше поверхности. Еще раз повторюсь, храм имеет необычную конструкцию, нигде в Египте она больше не найдена. В центре расположены 10 колонн гранитных, поставлены два лида, и по 6 камер с одной стороны, и по 2 камеры с южной, и 3 камеры и проходы ведут в потайной зал. Попасть туда сегодня практически невозможно, хотя нам обещали следующую поездку, но, как говорится, при отсутствии охраны. Тайком. И в торце храма закрыта галерея, которая, возможно, ведет непосредственно под здание храма Сиди Первого. Значит, вся постройка Осириона выполнена из гранитных блоков. Гранит не осуанский, он не розовый, как в Карнаке, в Луксоре, не тот гранит, из которого делались египетские обелиски, он серый. Происхождение его на сегодняшний день, то есть сами каменоломни, не найдены. Но он откровенно не местный, потому что Платона, который расположен, Абедос известняковый, и из известняка построен как раз вот храм Сети и Рамзеса. Этот гранит привозной. Значит, сами колонны, которые, 10 колонн, имеют высоту 4,5 метра, и по стороне 2,5 метра, весят порядка 45 тонн. Блок перекрытия несколько поменьше, по 25-35 тонн. Естественно, кладка без раствора, сухая. В ряде мест на одной из стен наблюдаются элементы полигональной кладки. Более того, я вам сейчас приближу. Здесь имеются вот такие архитектурные детали. Пупырышки на блоках. Это встретить в Египте можно только в одном месте, на сохранившихся гранитных плитах облицовки третьей пирамиды Менкаора. Но эта же технология встречается в древнем Перу, в частности, в Пуско, Саксай-Амане, Аля-Тай-Тамбур. Эти же принципы полигоналка и вот эти вот купы можно встретить в Ахейской Греции, в частности, в подпорной стенке на площади Агоры в Афина. Эта же технология встречается на территории Ахейской державы в Турции. То есть в свое время этот элемент был визитной карточкой строителей, которые использовали мегалитическую кладку. Вернемся к Абидосу, к Асириону. Перекрытия сохранились очень частично. То есть, как вы видели ранее, то есть он весь открыт, только вот на нескольких пролетах этой колоннады сохранились блоки перекрытия. Техника такого строительства мегалитического в Египте, кроме вот облицовки пирамид Гизы, больше нигде не встречается. Равно как и нет таких подземных храмов. Что касается надписей, я еще раз вернусь и покажу одну из этих надписей. Вот. Это поздний барельеф, который сын здесь Картуши Сети I, его сын Рамзес II и внука Мернетаха. Именно на основе этих надписей египтологи однозначно стали утверждать, что эта постройка относится именно к периоду Нового Царства. Но с таким же успехом можно говорить, что вот поскольку дворец съездов построен в 20 веке, то Кремлевская стена – это ограда дворца съездов. Вот такая примерно логика у египтологов. Или опять-таки по аналогии с Кремлевской стеной, раз на ней висят, мемориальные доски советских полководцев. Значит, Кремлевская стена – это погребальное сооружение для советских военачальников. Вот примерно по такой же логике рассуждают, к сожалению, египтологи. Хотя, еще раз напомню, с чего я начал, Флиндерс Петри считал, что это самое древнее сооружение в Египте, которое должно уходить своими истоками в период так называемого правления богов. И, как бы, завершая свой доклад, хочу напомнить, что, вот я уже говорил об Абедовском списке, как ни странно, он начинается именно с царя-объединителя Меноса. Хотя в списке Манифона до... Манифон – это египетский жрец, Манифон – египетское, в смысле, греческое произношение его имени, Манета, который жил в III веке до новой эры и написал три книги египтика. Именно Манифон разбил впервые, ну, из известных древних авторов, египетских царей на династии разделил. И это разделение на династии было египтологами в качестве основы древнеегипетской хронологии. Но при этом у Манифона до первого царя Меноса указывается, что история Египта до него уже нащипывала практически 25 тысяч лет. То есть по Манифону сначала Египтом правили боги, потом пришли полубоги-герои, и последние пришли так называемые Шенцугор, идущие за гором. То есть Манифон уводил историю древнего Египта за многие тысячелетия до того начала, которое сегодня принято с историками. Кстати говоря, помимо Манифона есть еще два источника, это Палерамский камень и Туринский папирус. Ну, они, естественно, названы по месту хранения в Италии, где также указывается, правда, там немножко другая продолжительность, три периода царствования богов, полубогов и последок Григора, которые правили этой страной до объединения Верхнего и Нижнего Египта. И не менее известный древнегреческий историк Деодор Сицилийский также считал, что Египта на протяжении 18 тысяч лет правили боги и герои, последним из которых был именно Гор. После чего власть перешла к смертным и цари-фараоны начали править Египтом. Вот, собственно говоря, то, что я хотел вам рассказать об этом уникальном памятнике древнему Египту. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Андрей, вопрос такой. Если правильно, противознавание на эти корышки, никто, собственно говоря, просто депор и дело не стал, видимо, имел в виду какая-то функционалка, смеси для захвата, переноски и тому подобное, есть какие-то, когда вы предположили, что это имело в виду, что это не декор, а именно функционалка? Функционалка, это версия изначально рассматривалась, но дело в том, что, вот, допустим, на примере куска, далеко не все блоки имеют эти купырышки-купыры. Во-вторых, есть блоки с одним, есть с двумя, есть даже с тремя. То есть, с точки зрения именно текелажа, они не имеют никакой системы. Более того, кто-то пытался ставить эксперименты, то есть канаты, попытка зацепить, не цепляются, потому что они очень небольшие, они могут быть 2-3 сантиметра толщиной, ну, максимум, там, 5-6. То есть, в качестве крепежа для канатов, они совершенно не функциональны. Была также версия, что это результаты, как сказать, там, последствия выработки из каменоломни, то есть, стесан таким образом, а потом, ну, как бы, шпонг такая осталась, да. Но дело в том, что, если блок после вырубки полируют, практически, на зеркальной поверхности, то уж срубить такую пупырышек труда не составляет, а они остаются. И на сегодняшний день, к сожалению, ни у меня нет адекватной версии, которая могла бы объяснить их значение. Ни я ни в литературе нигде не встречал. Но то, что они функциональны, это однозначно. Потому что при таком объеме каменотесных работ, при том совершенстве, которым владели при работе с гранитом древние перуанцы, древние египтяне, срубить эти пупыры никакого труда для них не составляло. А они, тем не менее, остаются. Знаешь, пока ты говорил про канаты, единственное, для чего они могли слушать, если блоки транспортировали, не за канатой, а как бы с блоковым сжатием. Ну, как рейфер. Да, ну вот, пожалуйста, на стене еще раз увидите, да. Далеко не все блоки имеют такую фишку, да. Причем, вот нижних блоков не имеют. И логичного, с точки зрения нашей логики, даже инженерной логики, логичного объяснения пока этому не найдено. Но еще раз повторюсь, Перу, Египет, Греция, Тульция. То есть, восточное Средиземноморье и Южная Америка. Точнее, в Мексике такого нет. Ну, в Мексике вообще с граммидами не работали строительство, только для статуи использовалось. Ну, я еще добавлю по поводу этих пупырей. Мы встретили их в Горной Шоре, несколько штук. Доклад по Горной Шоре готовится, ну, либо в декабре, либо в юнваре будет. Я то же самое могу подтвердить, что, конечно, нет готового решения и у нас тоже по поводу назначения. Но против чего я категорически выступаю. Любой прочнист знает, что камень очень плохо работает на растяжение. И использование таких пупырей в такелажных целях категорически недопустимо. Просто потому, что, ну, кто хочет, может поставить эксперимент на камни, если он вытешит вот такие пупырей, причем нужной длины, так, чтобы за них можно было зацепить трос. Я весьма, так сказать, не советую это делать, поскольку, с большой вероятностью, блок просто от, вес блока просто разломит этот пупы. Он, возможно, если использовался как крепежный элемент, то только тогда, когда он работает на сжатие. Вот как сказал Петухов, например, как если его там с двух сторон каким-то устройством, грейфером, там, прижать. Или на него что-то насаживается, там, сбоку, сверху или каким-то иным образом. Но, подчеркиваю, тут нужно еще подумать, конечно. Ну, мне сейчас, честно говоря, пришла такая в голову мысль, мягко выражаясь, совершенно не инженерная, да? Почему на некоторых блоках эти пупыры есть, на других нет? На мой взгляд, как бы, древние, ну, обобщая древние, да, совершенно по-другому работали с камнем и знали его природу. И те блоки, которые, возможно, имели какие-то внутренние дефекты и могли разрушиться, возможно, на них оставляли вот эти пупыры, чтобы, вот, как ты сказал, камень не работал на растяжение. Ну, просто сейчас с твоих слов пришло в голову. Но это нужно знать стихию камня, чтобы так вот однозначно об этом судить. Ну, давайте еще на будущее подумаем все вместе над этой проблемой. Эти пупыри, так сказать. Ну, они есть, да, практически на всех континентах. А, извините, а металлоискателям вы их исследовали, именно эти пупыри? Может, под ними что-то есть? Ну, опять, я не знаю, что это металлоискатель, потому что это единая стальная порода. То есть это цельногранитные блоки. И толщиной там до метра. Поэтому ни один Михаил Искателям просто не пробит такую породу. Андрей, в этом вопросе форму Супыриева такая вот, как о которой вы говорите, а есть еще круглая, как полмяча обсаживание. Да, да. Это та же фишка, да? В Египте пупящие полукруглые. В Осирионе квадратная. Ну, к сожалению, я не думал сильно развивать тему, не взял фотографии облицовки Третьей пирамиды. Там тоже полукруглые. Вопрос еще такой. Ну, вопрос сразу к обществу. Приезжаешь в Турчат, смотришь, там амфитеатр. Ну, все, кубами положено. И смотришь, вот эти пупыри, миллион людей в один день посещают и ходят мимо этих пупырей. Кто создал амфитеатр? Вопрос армянского радио. Прямо на ступенях, где возбежали, там эти пупыри полно. То есть, если кто хочет видеть, все это видит. В Микенах есть, да, и в Афинах, и в Дельфах, по-моему, тоже есть. То есть, это какая-то технология, явно функциональные вещи. Но, еще раз повторюсь, ни одной более-менее адекватной версии я не встречал. Надо я пару вопросов. То есть, во-первых, там металлические стяжки использовались между блоками, чтобы они крепились. Здесь есть. Нет такой технологии, да? Металлические стяжки использовались на гранитных и известняковых блоках на микрополях возле Каир. В Абусире, в Сакаре, даже, по-моему, в Гизе есть. И в Перу, по-моему, есть, да? Да, и в Перу, да. И в Египте использовался традиционный, так называемый, ласточкин хвост. То есть, V-образный. Причем вот такой величин. А они медные или железные? Трудно сказать, потому что они были все в средние века выковырены. Но, по-моему, где-то в музее сохранились бронзи. Бронзи, да? Бронзи, да. Естественно, что в арабские времена все это дело впускалось в работу. Андрей, маленький вопросик еще. Вот эти камни, да, вот если полигональная кладка, допустим, какой-то луч там использовался, предшествующий к цивилизации. Режет вот, да, его. Это реально ровный? Или оно внутри еще там тоже как-то, ну, если светить на кусочки. Или он там тоже как-то уходит по кривой, внутри, при соединении двух камней? Нет, дело в том, что если бы был луч, тогда термическая поверхность, термическая инвестиция отразится за поверхность, а ее нет. Это дело не в термической, это дело вообще в другой технологии. Можно добавить, внутри там, где не видно, вот кладка, они неровные. Я задал вопрос только один, он ровный? Вот если вы рассматривали, вот как его сикли. Или же он по захипу, как он уже видит. Если я не видел развальные блоки полигональной кладки, в Перу или от Дай Тамба видел, внутренняя поверхность соответствует, так сказать, соседнему камню. То есть если у него врубь кривая, то есть она кривая, да? Подограна в ноль, но кривая. Нет, по-разному, то есть есть и кривые, есть и строго под прямым углом перпендикулярные, есть скошенные. То есть внутренние поверхности. Похоже на все-таки на луч, который этот масс нарежет, ну, еще старый. Не знаю, на мой взгляд нет. Или все-таки кривые я тебе там? Я говорю, есть и кривые, и прямые внутренние поверхности, в зависимости от... При сопряжении, да? Да, при сопряжении. То есть как подгонка мягких блоков. Да, да, да. Один, 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 один. Совершенно верно. То есть как вторая грань, соответственно, в пуклая грань соответствует той же формы. Ну, соответственно, может, и эти пупыли также появлялись, если какой-то размещенный блок укладывали, вверх, не укладывали. Но дело в том, что пупыри находятся на внешней стене всегда, либо храме, либо пирамиды. То есть к ним уже ничего не приставлялось. Если запад берет этот блок, то, соответственно, с внешних сторон до угладает так же. Может быть, как раз медники, которые там лежат, используются в любых механизмах. Они для нижнего этого не нужны. Ну, я говорю, трудно об этом судить, но тогда бы это было на всех. По идее, да. Просьба при обсуждении, вот то, о чем вы спрашиваете, в геометрии называется кривая первого порядка. То есть это кривая, которую может вырезать нечто плоское. Например, лазерный луч или нож очень острый. Вот просьба при обсуждении, чтобы вы постоянно не говорили, это кривая-кривая или это кривая-прямая. Просто напоминаю, что есть кривая первого порядка, это о чем вы говорили, и есть кривая второго порядка. Это та, которая возможна, да, это совсем кривая-кривая, которая может появиться, ну, например, как вы сказали, в случае использования этой самой цементной технологии. Ну, да, это точно. Можно вопрос? Да. Я в названии, в докладе просто, результаты недавней поездки в Африк будет есть. Значит, что по этим... Это и есть его недавний поездок. Это и есть результаты поездки в Африк. Ну, вот 200 дней назад. Только фотографии вот эти вот имеются. Ну, я взял небольшую подборку. Нет, к сожалению, последняя поездка была с группой, причем из 10 человек только трое были в Египте. Поэтому вся поездка была по стандартному маршруту. Вот это раз. Во-вторых, с большой группой найти что-либо, зайти в сторону нельзя, потому что тут же набегают местные охранники, печат, попят. И в январе собираемся вернуться и договорились уже с одним из местных товарищей, который обещал нас провести внутрь Осирены и даже вот в этот вот потайной зал церемонии завести. Но, опять-таки, это, так сказать, партизанским методом и небольшим составом. Поэтому особых результатов в последней поездке не было. Адель, а еще вопрос тоже по поводу мифологии. Осириус он тоже на третий день остается, получается, или как? Нет, насчет третьего дня там не говорится, потому что, во-первых, дошло несколько версий, причем наиболее подробные, в частности у Плутаха, то есть поздние уже греческие версии. И неизвестно сколько времени Исида собирала все его части, потом слепила, фало с рыбы съели, она фалоимитатор поставила, и через фалоимитатор зачала гон. На какой день воскресен Осириус не упоминается. Я слышал версию, что христиане не переняли очень многое, якобы, из-за Древнего Египта, и на самом деле это сделали отчасти. На мой взгляд, это несомненно, да. Но вот насчет трех дней я не встречал. Спасибо. И сами понимаете, что на протяжении трех или более тысячелетий версии космогонические многократно менялись. В общем-то, население Древнего Египетской цивилизации тоже не являлось однородным на протяжении всего этого времени. Там и гексосов приходили, и хеты, и эфиопы. В общем, к моменту появления там греков, я думаю, что от тех египтян, которые там закладывали эти постройки и строили пирамиды, это уже были не те египтяне или вообще не египтяне. Но, естественно, за три тысячелетия это вспоминялось значительно. Там арабы потом уже появились. Да, и все это, соответственно, и представления космогонические, и религиозные, и магические сильно трансформировались и изменились. То есть мы сегодня имеем жалкие крохи, и в основном в перепевах греков. Ну, тем не менее, технологии, да, такие крохи перенещают, потом подгоняют их, потому что... Это нереально, даже практически с современной техникой. Это издумывание состояло вещества. Да, в 80-е годы был такой американский инженер, как же он, на ПЭ, на ПЭЦ, ну, короче, не суть. Он попытался реконструировать технику полигональной кладки. Он снял на эту тему документальный фильм, выпустил книгу. Значит, в фильме видно, что он на одной из гранитных каменоломней в районе Куска, каменным рубилом диоритовым, оббивает камушек, потом, значит, делает там полигональную ступенечку. Потом, как зубной врач, да, после пломбы дает эту самую кальку, чтобы посмотреть. Он сыпал там мел, потёр-потёр, ага, вот здесь нужно стесать, подтесал. И вот показывает, вот повернул, опять подтесал, поставил. Вот так вот древние перуанцы и изготавливали такие вот блоки. Когда строились эти памятники, то есть у нас Иоанн, пирамиды, тогда была несколько другая гравитация. А несколько другая гравитация, то и технология была несколько другая. Мы всё время берём за основу те условия, геофизические условия климатические, в которых мы находимся. Но постоянно менялись эти условия. Поэтому и технология была другая. Во-первых, вообще никаких, то есть совсем никаких подтверждений, версий об изменении гравитации в ходе истории Земли не существует. От слова совсем. А гипотеза такая или нет? А гипотезы существуют разные, но гипотезы могут быть, сколько угодно могут быть. Это же не существует. Но я не на циклимах. Я не на циклимах. Я прошу прощаюсь, отвечу, на этот вопрос отвечу по-простому. Если включить в голову и взять, для примера, 45-тонный блок, во сколько должна быть меньше гравитация, чтобы он превратился в 4,5 килограмма? Такое может быть, в принципе. И потом, дело не в этом. На прочность этого камня это не повлияет никак. И все равно нужно вырезать по определенной форме и обрабатывать. А гравитация тут как причем? Нет, наверное, автор вопрос имеет в виду, что если бы гравитация была, к примеру, как на Луне или хотя бы как на Марсе, на Марсе все такие блоки при той же прочности были бы в 3 раза легче. Но 15 тонн это тоже нет. Если бы вместо 15 тонн весили всего-навсего каких-то жалких 5 тонн. А если под водой? Чтобы изменилась гравитация, нужно, чтобы изменилась масса Земли. Ну, я думаю, что здесь неуместно говорить о другой гравитации, потому что есть постройки, ну, не в Египте, а в Перу, где блоки достигают 200-300 тонн. Так что вопрос там... Андрей, а под водой такие же будут? Ну, хорошо. Море на высоте 3,5 тысячи метров. Над уровнем современного моря. Волонжат Земли как бы мог меняться, да? И прибавилось воды на какой-то случай. На 3 километра. С метров на 150, 200 или на 120? Речи, что я на метрах. Ну, действительно, все эти технологии свидетельствуют о том, что древние архитекторы и строители пользовались не инженерными приспособлениями, как нас пытаются все-таки вдолбить в голову простые подъемники, круглые бревна, по которым катаем эти блоки, а используя какие-то совершенно другие нам недоступные сегодня методы. То есть совсем отрицательно наклонной плоскости, рычаги и так далее. Вот такие вот предметы, которые... Наклонную плоскость просто объявили наклонную плоскость. Ну, в этом плане... Потому что есть такой, наверняка, знаете, от RoboGNS.ru сайт, вот там как раз очень часто именно классическая точка зрения показывает, там показывают, как его могли перемещать, какие были инструменты там, как эти блоки передвигали. Я на этот счет вот расскажу историю, связанную с Перу, Валентай-Тамбо. В 80-е годы кто-то из американских достаточно крупных телекомпаний тоже снимал фильм, посвященный древним инкам, и они поставили эксперимент. Там Валентай-Тамбо на территории поселка валяются блоки, там обработанные, гранитные, из полигональной кладки, упавшие с высоты 70 метров. Ну, небольшие весы, там 5-4-5 тонн. И показали, секунд, наверное, 5 или 7, как рабочий этот блок, ну, по улице поселка, по бревнам передвигают. Метров на 7 передвигали. Значит, а спустя 10 лет перуанский один историк, неспользуюсь фамилией, выпустил книжку, посвященную архитектуре древних инков. И он рассказал, как был снят этот фильм за десятилетия до этого. То есть экспериментаторы под камеру решили доказать, что вот методом тени-толка и по круглым бревнышкам эти блоки перемещались. Положили бревна, взвалили рычагами этот блок на бревна, обвязали канатами, сколько ни пыжились, ни тужились, не смогли сдвинуть ни на сантиметр. Попытки, все попытки провалились. Подошли местные и говорят, вы, ребята, неправильно делаете. А как надо делать? Надо шамана пригласить. Без шамана никак. Ну, к чести экспериментаторов, они согласились на это, пришел, значит, местный шаман. Первым делом он, значит, выгнал всех белых из группы, сказал гринда, до свидания, оставил только индейцев. Потом взял там, обошел кругом, прочел заклинание, прочее, прочее. После этого, значит, индейцам удалось на 10 метров блок перевернуть. Это факт или нет? Но это факт описан перуанцем в книге. И вот эти 10 секунд вошли в фильм как доказательство. Я, конечно, не знаю, я сомневаюсь, что это информация, если честно. Так, то, знаете, это не может быть, потому что это не может быть никогда. Ну, наука, она так, да. Но они, шамана не показали, они показали. От этого, понимаете, на этих всех перемещениях очень много домослов по поводу кругового камня, например, для Питера. Начиная там фотосизм, что чуть ли не инопланетяне эту историю. Но Палят наделал, что это наши предки делали. Его же могли перетащить, а какой камень здоровый? Спокойно, обычный метод. Его тащили на пушных ягодах. Кстати, вот я вспомню, фамилию была. Это была бы такая техника. Американца-экспериментатор, который показывал, как он изготавливает из гранита полигональные блоки. И он по-честному в книжке написал. Теперь, как говорится, после серии экспериментов я точно знаю, как гранит добывали, как его обрабатывали и как его складывали. Но я честно не могу себе представить, как его мы вообще могли перемещать. Он признался, что вопрос транспортировки действительно на десятки, сотни километров с современной инженерной точки зрения представляется крайне затрудненным. Почему? В общем, он еще ломный какой-то натуральный. Вопрос только в объеме. А вот все-таки в этом минутном ролике там вот видно, кто и тащит эти блоки. Гринго или местный? Нет, там есть трактор милия. Со спины, но видно, что это местные перуанцы. Это очень важно. Да, но я говорю, этот эпизод, я его давно смотрел, год три назад, 35 или 7 секунд. Или как они его назвали? Нет, то сахар тут предвижение как-то зафиксирует. Ну вот на два метра или на три пробитые. На десять, господин. Или на десять. Я там сурлитка не стоял, я его увеличил, скажем так. А что касается лома и такой-то матери, в Штатах есть такой Мичиганский институт известняка. То есть это научно-исследовательское учреждение с прикладными целями. И где-то в начале 90-х один, так сказать, энтузиаст отправил туда запрос, сколько требуется времени, чтобы при помощи современной техники изготовить в каменоломне, нарубить 2,5 миллиона известняковых блоков. Ну это он привязывался к стандарту пирамиды Хеопса. Считается, что там порядка 2,5 миллиона блоков. Метр на метр. То есть, ну там быстренько посчитали. То есть при помощи современной техники нарубить, а, и перевести на современных техники к точке постройки. Насчитали 81 год. То есть вопрос о строительстве не стоял. А так официально сколько там, 20 лет она строилась, по-моему? Официально 22 года, да. 22, да? Да. А при помощи современной техники? По Геродону 30 лет, из них 10 лет, на строительстве, где-то худе. Это Геродосов получается. Геродону вообще верить нельзя. Ну вот, в данном случае, как бы, если я правильно помню, Хеопс по официальной хронологии правил не то 22, не то 24. В этом сегменте, в том что не совпадение, такого бы не мог. Кто хочет участвовать в подобных экспериментах, у них есть такая возможность. В августе месяце следующего года на Медведице планируется поднять каменную статую высотой 3 метра, ну вот под потолок, которая была поставлена вручную, то есть когда-то лет 15 или 10 назад наш эксперимент, можно сказать, был удачным. Мы вручную, с помощью канатов, камней и, как выражались, других подручных средств, мы эту статую поставили. Но несколько лет назад, в результате паводка, она упала. И вот два года подряд приезжают люди, когда к нам в лагерь, заходит речь об этой упавшей статуе, и все присутствующие в лагере выражают желание, а что тут, какая проблема? Пойдемте, быстренько ее поставим. Так вот, в этом году и в прошлом году две такие попытки были сделаны. Весь наличный состав людей на тот момент в лагере, а обычно это не менее 20 людей, не смогли эту статую даже поднять. Причина очень простая. Камень слишком массивный, к нему не так много людей может подступиться, чтобы его поднять. То есть нужно использовать, помимо канатов, еще большое количество других подручных материалов, там бревен и все прочее. Если подручных материалов нет, вручную поднять, я уже не говорю о том, чтобы перенести камень в больших размерах, невозможно. Это показывает практика. Два года подряд мы не можем поднять то, что упало, то, что мы когда-то сумели перенести и водрузить. То есть, иными словами, если кто-то готов участвовать в эксперименте на следующий год, будьте готовы заранее, прихватите с собой крепкие веревки и канаты. Только с их помощью можно поставить другими способами, ну или перуанского шамана. Нет, я не говорю, что не до 83, не до 87 годы японцы решили поставить эксперимент и соорудить модель пирамиды Хеопса в пропорции 1,16. То есть они использовали из лесниковой блоки, тоже, по-моему, кубометр, насыпь искусственную, тянули, толкали, вот эти деревянные краны. В общем, довели примерно на 2 трети. Дальше у них... Она в 16 сантиметров, получается? В 16 сантиметров, да. То есть они ее достроили, пригнав строительные краны. После чего вышел фильм, мы точно знаем, как пирамиды не строили. Я его не видел, на родоросском языке нет, но название было такое. Падим Александрович, что в вашей ситуации, если вы проезжаете? Вопросы еще есть, дочеку? Приезжайте на медведцу, увидите. Попросы, дочеку еще есть? Она в зонтагоге есть. Все, спасибо.